Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, добрый вечер, салам алейкум. Мы продолжаем анализ всего, что связано с конфликтом на Украине, а также его возможных последствиях для каждого из нас. Мы сейчас будем говорить о массовом выезде за пределы России специалистов самых разных направлений, творческих, креативных, экономических. Потому что буквально сегодня мне на глаза попалась новость о том, что с момента начала боевых действий за пределы страны выехало 70 тысяч программистов. И еще около 100 тысяч программистов планируют это сделать в апреле и в мае. А ведь вместе с ними выехали специалисты по экономике, по финансам, по привлечению инвестиций, по антикризисному менеджменту, по стартапам, по нейросетям, по медицине, по образованию, по огромному количеству других специальностей. Понятно, что все эти люди были завязаны на западной кампании, что все они завязаны на дистанционную работу, на работу онлайн, что они в ситуации обрушения железного занавеса не могли в полной мере работать и продолжать свое развитие. Надеюсь, что значительная часть из выехавших все же вернется после завершения боевых действий и стабилизации экономики. Ну а пока мы находимся в опустевшей стране, где большое количество ниш, большое количество отраслей просто испытывает страшный дефицит специалистов. Что же в этой ситуации делать и как каждый из нас может совершить свой собственный карьерный технологический управленческий рывок в будущее? Но прежде чем продолжить, я хотел бы поделиться и другой новостью, что в России могут в ближайшие дни полностью заблокировать и запретить YouTube. Как запретили Instagram, запретили Facebook, признали их экстремистскими организациями, точно так же YouTube могут полностью заблокировать и запретить. А ведь это была огромная площадка для развития, огромная площадка для обмена мнениями, обмена опытом, получения знаний. Поэтому для того, чтобы мы не потеряли друг друга, для того, чтобы мы не потеряли наработанные связи, наработанный опыт, пожалуйста, подпишитесь все на мой Telegram канал, где мы можем продолжить общение, где мы можем продолжить обмен опытом, знаниями, помогая друг другу в достижении своих целей. Просто сейчас нажмите это видео на паузу, возьмите свой смартфон, забейте в Telegram в поисковике «Собачка Руслан Курбанов ТГ», откроется моя страница, нажмите «Присоединиться». Сделали? Спасибо. Откладываем смартфон, продолжаем общение. Telegram за последний год доказал, что он одна из самых надежных сетей, поэтому здесь мы точно друг друга не потеряем и сможем вместе достигать новых амбициозных целей. Теперь возвращаемся к той теме, с которой мы начинали, о массовом выезде специалистов за пределы России. Кто будет занимать опустевшие ниши? Часть российских политиков говорит, что эти ниши могли бы занять специалисты с Украины, которые переселяются от войны на территорию России. Но их будет явно недостаточно, потому что большая часть выезжающих за пределы Украины уезжает в Европу, на Запад, в развитые страны. А в Россию переселяется только 10% выезжающих граждан Украины. Поэтому наших специалистов не осталось, украинских специалистов недостаточно, возвращающихся в Россию специалистов тоже уже будет явно недостаточно, потому что многие уже успеют закрепиться на Западе. Кто? Кто будет поднимать экономику? И здесь я обращаюсь к нашим братьям и сестрам из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Именно из этих трех стран в самом большом количестве в Россию едут мигранты. Многие из вас поднялись уже от тяжелых профессий к более высокооплачиваемым, к профессиям, которые требуют более высокого уровня образования. Многие из вас уже освоились в России и даже перевезли сюда семьи и связывают свое будущее именно с Россией. Дорогие братья и сестры, кроме вас, сегодня взяться за освоение всех этих огромных освободившихся ниш некому. У вас уже есть достаточные компетенции, у вас уже есть достаточный опыт, достаточный профессионализм и навыки. Взять, к примеру, братьев Кыргызов. Они мне лично говорили, что в огромном количестве Макдональдс работали именно Кыргызом. И вы уже освоили все необходимые управленческие циклы, технологические циклы, производственные циклы. Опираясь на огромную богатую ресурсную базу России, откуда как раз Макдональдс и закупал всю продукцию, опираясь на полученный вами опыт, вы просто можете через привлечение инвестиций от каких-нибудь мусульман России состоятельных, просто перезапустить сеть быстрого питания для жителей нашей страны. И вы фактически возьмете в управление огромную сеть общепита и запустите еще большее количество ресторанов, запустите огромное количество предприятий, потому что опыт у вас уже есть. Обращаюсь отдельно к братьям и сестрам из Узбекистана. В последние десятилетия у вас в стране было запущено большое количество автомобильных предприятий, IT предприятий. У вас уже есть опыт по работе с совместными компаниями, узбекистанско-японскими, узбекистанско-корейскими. Вы можете все эти навыки сегодня принести в Россию и перезапустить огромное количество отраслей, потому что в автопроме автомобильной промышленности России ощущается страшная недостача специалистов, технологий, комплектующих, запчастей из-за введенных санкций. Вы можете просто взяться за перезапуск всей автомобильной промышленности России. И не только автомобильной, железнодорожной, судостроительной, авиастроительной. Эти все отрасли ждут вас, чтобы вы заняли достойные позиции и достойные уровни работы в этих отраслях. Обращаюсь отдельно к братьям таджикам. Древний народ, который издревле стремился к образованию, к знаниям. Сегодня у меня есть в России огромное количество знакомых таджиков, братьев, которые стремятся к защите кандидатских и докторских диссертаций, которые хотят сделать карьеру в науке, в образовании и в технологиях. У вас есть уникальный шанс сегодня занять освобождающиеся ниши в образовательной, научной и технологической сферах России. Каждый из нас может внести не только свой вклад, но и просто прорваться на достаточно высокие позиции в российской экономике. Поверьте, второго такого шанса может не быть. И если вы не воспользуетесь этим шансом, если мы вместе с сообщением скооперируемся и вместе не возьмем в управление огромное количество освободившихся ниш, тогда это сделает кто-то другой, потому что Всевышний говорит, что Он меняет одни народы на другие. А также Всевышний обязал, сам себя обязал помогать искренним верующим, которые прикладывают достаточно усердие на выбранном направлении. Именно поэтому, опираясь на обещания Всевышнего помогать искренним верующим, я верю в то, что этот амбициозный проект, этот амбициозный рывок у нас с вами получится. До скорых встреч в Телеграме и до скорых новых совместных рывков в наше светлое будущее.